Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Белую Ночь. Последней серии было довольно-таки страшно, но все еще бродим по этому госпиталю. Я думаю, по нему мы так и будем бродить всю игру. Что за сирены я слышу? Ну, вроде тихо. Ой, как меня вымораживает этот туалет. Как я обосрался, когда там выключился свет, это ужас какой-то. Так, ладно, давайте пойдемте куда нам надо, судя по всему. Я надеюсь, что нам сюда, этот ключ у нас, да, от лестницы внизу, я все правильно понял. По крайней мере, тут все логично. А тут я в прошлый раз заорал как резанный, было больно уж страшно. Твою мать. Ну и нахер, я манал. Батареечки. Изоляция и восстановление пациенты. Дверь, короче, в пациентские, как это называется, палаты, закрыта доктором Софией. По инструкции доктора Софии, Джон Баркер был газонокосильщиком до того, как пришел сюда. Ричард Крихтон, был маляром и крафтером. Не знаю, что значит крафтер. Томас Редвуд, маленький мальчик с потенциалом. Дэвид. Дэвид, это я. Ну, там невнятно написано, что же именно делал Дэвид. Короче, здесь закрыто несколько пациентов. Ключ, хорошо. Ключ от пациентского крыла. От крыла содержания пациентов, я так понимаю, если более грамотно это говорить. Так, еще батарейки. Ладно. Нахер. Так, у нас есть... Дорога сюда. Дорога сюда. Но мы, как обычно, пойдем по часовой стрелке. Не поддается. И даже не открывается. Очередной сортир. Не хочу знать, может там в толчке что-то и лежит, но... Пошли они в жопу. Ой-ой-ой-ой. Куда идет кровавый след? Что-то не очень. А где туалет? Бляха-буха. Ой, надо выходить отсюда. Ой-ё-ё-ё-ё-ё. Кирпичи. Не поддается. Так, там какая-то дверь. Давайте-ка мы сначала по той стене все разведаем. Не поддается. Не поддается. Да, на эти двери оно не действует. К сожалению. Ага. Вроде светло. Ага. Как же. Светло, бляха-муха. Давайте оставим дверь приоткрытой и подопрем ее, потому что если мне придется отсюда бежать, то... А лучше табуреточкой, потому что через нее легко перепрыгнуть, если что. Вот так, я думаю, будет нормально. Да и вы гоните. Опять сортир, что ли? О, топор. Топор. Надо чем-то разбить. Так. Может мне дадут оружие? Ну, не думаю. Не та эта игра. Ну-ка. Как тебе использовать? Нет, это просто квестовая вещь. К сожалению. Палата одиночная. В такой Сара Коннор отдыхала. В терминаторе втором. Ставила вот так вот. свою кровать и подтягивалась на ней. Боевая баба. Открывается. Не используется. Не используется. Нашим легче. Ничего. Может матрас поднять можно? Ничего. Темень. Темень. И низги не видно. Так, я быстро все эти батарейки использую. Ох, сядем поудобнее. Блин, сколько там время-то? Скоро отъезжать надо уже. Да что ж такое? Ух ты. Ладно, сюда мы потом пойдем. Сначала мы пойдем в эту стрёмную, непонятную комнату. Душевая, что ли? Забываю постоянно выключать фонарик. Батарейки-то надо беречь. Хотя их, в принципе, довольно-таки много. Что-то там такое. Так, ну сюда я правильно понимаю? Топор надо. Да. Отлично. Фух. Да уйти, не мешайся, блин. Раскладушка. Хотя какая-то раскладушка. Просто кровать. Странная дверь. Прямиком из амнезии. Ну там это эпоха была обоснована, а здесь прям какой-то сюрф. Хотя, если учесть, что это все похоже просто творится в голове у нашего героя, то ничего удивительного. Мы что, на улице? Ух ты, какая музыка хорошая играет. Неужели можно? Ух ты. Расслабиться. И получать, как говорится, удовольствие. Во, еще. Хорошо. Ой, приятная музыка. Обожаю такой релакс. Музычку. Так. Ага, супер. А где наша отвертка-то? Все отобрали, топор отобрали. Так, тихо. Упала. Упала. Ну ладно. Что там у меня? Создоровит. Все хорошо. Блин, хорошо, что игра дает расслабиться. Отвече от Амнезии, которая в каждый момент там какого-то подвоха ждал. Здесь как-то так, типа, все, братан, расслабься, сейчас все будет хорошо. Ну ладно. И все похоже, да? Теперь, похоже, опять наступит момент. Что это за звуки? Это я не понял, музыка или кто-то издает эти звуки? Все в кровище. Я правильно понимаю, да? Это морг. Я обожаю морги, как вы знаете. Закройся, пожалуйста. Давайте я не буду их открывать. Если уже какой-то затык будет, я не буду знать, что делать, то я их открою. А пока нет уж... Ой-ой-ой-ой. Нет, 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 нет. Теперь вы понимаете, да? Почему я не хотел их открывать. Здорово. Тихо, тихо. Ой-ой-ой. Длинный коридор, это... Последний раз, когда я говорил, что мне не нравятся длинные коридоры, это было в первой пеномбре. Вылез червь и погнался за мной. Вот тогда были кирпичи. Поэтому я не доверяю длинным коридорам. Это что вообще такое начинается? Не, ну этот автор точно вдохновлялся среди прочего Silent Hill. Хватит этих больных звуков, а. Ой, блядь. Хватит. Блядь, что это было? А, блядь. Да что ж такое. Я ненавижу эту игру. Она сделает из меня дурачка. Хотя, конечно, нет, не сделает. Нервы-то у меня железные. По идее, я через пять минут забываю, после того, как выхожу из игры. Да сразу, как выключаю игру, в принципе, вся эта дурость от меня и отлипает. Но когда я нахожусь в игре, я в нее вживаюсь просто, блин. Просто очень себя некомфортно чувствую. Не так, что как некоторые там, о-о-о, так бегают там. Я как-то сразу погружаюсь в атмосферу игры, и поэтому играть мне в такие игры очень страшно. Ну, заебись, извините за выражение. Мне к нему надо идти. Нет. Не подходи ближе. Ой-ой-ой, что со мной? Ой-ой-ой, не надо, не надо, не надо. Ой, пизду тебя. Блин. Чё ж хорошего-то? Да пошел ты нахер, короче. Нет, не пошел. Ой, блядь, уйди, уйди, сука. Ой-ой-ой, ненавижу длинные коридоры, этих тварей ненавижу. Ненавижу тех людей, которые посоветовали мне в них играть. Нет, конечно, я всех очень люблю. Это все шутки. Чё? Чё за херня творится? Ну ладно. Всё логично. Тихо-тихо-тихо-тихо. Уходим. Я не подойду к этому стволу. Ни за какие коврижки. Замечательно. Тут даже лучше. Как тут уютно, да, посмотреть. Давай, защищай меня. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сдвинешь. Не поддается. А, у меня отвертки нет-то уже. А с Мари, получается, ту отвертку-то, в принципе, братья не обязательно было. Она открывала, конечно. Открывала некоторые двери, но ничего важного сюжета там не было. Просто мы бы не попали в те двери. Так что... Можно было даже с тем багом всё это пройти. Так, ну чё. Вот явно нет. Явно не туда. Кругом творится Сайлент Хилл. Никуда. Эта дверь ведёт в никуда. А эта дверь не открывается. Ну что ж, нам придёт сюда идти, похоже. Ничего. А, тут чё-то лежит. Да, убери. Включивай никуда. Бруто. Я надеюсь, не будет всякая хрень из ниоткуда появляться. Выпрыгивать. Круто чё. Чё я могу сказать. Кто дышит? Кто дышит? Кто-то дышит натужно. И мы видим сейчас... Это чё за херня? Тихо-тихо. Это чё, глаза? Круто. Что может быть лучше? Блять, куда я попала? Твою мать! Добрый день. Ой, да ну вот, я надеюсь, мы не встретимся с тем, кто тут дышит. Чё, слепит, да? Слепит? Ой, только не говорите, что мне надо. От кого-то сейчас будет убегать. Не надо. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Какая же тут темень? Вообще ни хренич не видно. Не думайте, что это только вам не видно. Здесь просто такая темнота, она... При увеличении гаммы, она не становится... Она просто сиреет. То есть не становится видно что-то в этой темноте. Смотрите, я сейчас ещё чуть-чуть прибавлю гамму. Вот так скажем. И вам всё равно ничего не видно. Это тут не решает ни капли. Поэтому не говорите мне, пожалуйста, что нужно прибавить... Гамму это не поможет. Так куда я попал вообще? Ой... Мне что-то да вниз. Да вы гоните. Странно, как-то упало. Медленно. Так. Всё лучше и лучше. Там у нас кто-то висит. И не один при чём. Там у нас кто-то висит и не один при чём. Это что за херь? Какого хрена это такое? Какой-то гигантский сфинктер. Извиняюсь. Ну ладно, это скорее... Скорее странно. Я никогда не боялся, скажем, Сайлент Хилла ни одной части. Ну, может, первую только маленько, потому что это был впечатлительный. И вот эта вот вся вот паранормальная хрень меня как-то не особо так пугала. Больно уж она иррациональна. Я более такую люблю. Приближена к реальности. Поэтому, возможно, я никогда особо недолюбливал Сайлент Хилл. То есть как недолюбливал? Я его очень уважаю. Считаю игру шедевром. Но при этом не считаю его каким-то страшным. Там просто гениальнейшая музыка. Акира Ямаоки. Великолепный сюжет. С кучей недосказанности. Такой шизовый. Великолепный дизайн. Великолепный звук. Атмосфера. Но она не страшная. Скорее гнетущая. Так, куда мы двигаемся? Никогда я не понимал людей, которые говорят Вот, Сайлент Хилл поиграю. Он очень страшный. Не, он как-то меня не пугал. Куда я вообще попал? Я тут уже, блин, что-то вообще перестаю понимать, что происходит. Какое-то нагромождение стен. Опять же... Опять же, кресло инвалидной коляски. Из того же Сайлент Хилла. Не помню, в каком втором или в третьем они катались. По-моему, во втором. В госпитале. Да и в третьем, по-моему, тоже. Да, жестко. Дэвида кроет. Ну, что мы возвращаемся во что-то... Во что-то приближенное к реальности. Да, похоже, что нет. Какие-то странные решетки и тому подобное. Что такое вообще? Чувак какой-то распятый. Рука. Из камеры. Я даже потрогать не могу. Ох, тут рук-то сколько. Пациент 6. Мистер Джеймс там. Причина смерти, потери крови. Найден... Когда? До обеда примерно в 11 часов. Найден где? В одной из запертых комнат рядом с моргом. Дорь была... Дорь, говорю. Дверь была закрыта изнутри. Что ведет нас к выводу, что он закрыл себе сам. Последнюю ночью тело уборщика было найдено. И пациент 6 пропал. Насколько мы можем понять, пациент убил уборщика ножом, который он украл из морга. А потом заперся в комнате. Пациент был агрессивен. Когда он попал к нам. Его... Количество его галлюцинаций постоянно росло. Он никогда не был женат. У него все время были галлюцинации о мертвой жене. Которую он звал Марией. Он предпочитал говорить о ней с уборщиком. Именно поэтому мы считаем, что его отношение с уборщиком... А, что... Короче, они рассчитывали, что через уборщика они как-то улучшат отношения с этим пациентом. Возможно, даже уборщик получится завести с ним дружбу. У уборщика пациент не были близки, но время от времени разговаривали друг с другом. Когда мы нашли мистера Джеймстауна, он был уже мертв от потери крови. Его пальцы и левая рука были порезаны, скорее всего, одним и тем же ножом, которым он убил уборщика. Или Джеймстауна, это не уборщик. Все-таки уборщик, по-моему. Мне интересно, зачем он это сделал с собой после того, как убил его? Мы до сих пор не знаем, почему он убил Джеймстауна, в общем, уборщика или кто он там был. Зачем он запер себя? Зачем он отрезал себе пальцы и левую руку? У него не было никаких суицидальных наклонностей. Круто, что? Что я могу сказать? Круто. Ну и, ребят, я думаю, мы подходим к какому-то лифту. На этом мы завершим эту серию. Продолжим пробираться по этому госпиталю в следующий. С вами был Артур. Надеюсь, вам все нравится. Всего хорошего. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...